С 1 января начинает свою работу новое интеграционное объединение Евразийский экономический союз. И на расширение партнерства наших стран здесь, в Беларуси, возлагают большие надежды. Уже сегодня товарооборот между Казахстаном и Беларусью достиг почти миллиарда долларов. Это и проекты в машиностроении, в сельском хозяйстве, в легкой и деревообрабатывающей промышленности и даже в военно-промышленном комплексе. Знаменитое при СССР секретное предприятие АГАТ передала своему стратегическому партнеру Казахстану технологию создания автоматизированной системы управления войсками. Внедрение в Казахстане АСУ – одно из направлений и стратегической доктрины развития наших вооруженных сил. Наши военные изучали опыт внедрения системы в США и Франции, Израиле и Турции. И в итоге партнером была выбрана Беларусь. Как отмечают эксперты, одна автоматизированная сухопутная бригада превосходит обычную почти пять раз. Казахстанские специалисты участвовали в этом процессе, причем очень активно, потому что у нас вообще-то построено так принцип. То есть мы даем свои предложения, как сторона, которая продукцию предлагает. Там они тщательно изучались. После этого к нам, в общем-то, выезжала группа казахстанских представителей на место сюда. И она изучала уже конкретно по факту, что есть на самом деле. То есть изучали очень тщательно. То есть приезжали, в общем-то, ну в чем преимущество, может быть, наше, рыночное, если так говорить. То, что эти изделия, они уже есть у нас, и они находятся в эксплуатации. То есть приезжали конкретно на место эксплуатации этих изделий в нашей республике, приезжали компетентные специалисты, то есть это не случайные все были люди, которые, ну в общем-то, до мелочей изучали, что есть, возможности, там, недостатки, если какие-то есть, чтобы тоже это учесть. И буквально во всех мелочах. После этого, когда это все было изучено тщательно, то есть выработалась концепция, что нужно для республики Казахстан из того, что мы сделали. Причем было тоже определено, и это, в общем-то, большая работа была выполнена, то, что из того мы готовы были поставить, что могут сделать Казахстане сами, что должны сделать мы. То есть это было тоже, я говорю, буквально каждый пункт был взвешен с той точки зрения. В общем-то, конечно, у каждого свои интересы были, чтобы, ну а где-то и общая выгода лучше сделать заказчику, чем, например, везти из Беларуси. Тут, в общем-то, была передана технология. То есть это не покупка в магазине коробочного изделия, в общем-то, а мы, в общем-то, в определенном роде это была технология передана. Всегда вот этот обмен, скажем так, как бы мы что-то поставляем, но на самом деле мы видим многое, что где и как организовано, понимаете, и не так, как у нас. То есть есть вещи, которые, ну, я бы так сказал, лучше сделаны. Ну, потому что, ну, даже у вас тут, у нас, может, где-то старые традиции, они где-то давят. То есть, ну, вот делается, вот так делалось и делается. У вас, может, там традиций где-то не было, делается все с листа заново, но оно, ну, мы признаем это, делается хорошо. Прежде всего, нужно исходить из того, что на уровне межгосударственных отношений Беларусь и Казахстан являются стратегическими партнерами. Эта планка партнерства обозначена главами государств Беларуси и Казахстана. Поэтому в выстраивании своей политики в отношении военно-технического сотрудничества с Казахстаном, безусловно, Государственный военно-промышленный комитет Беларуси исходит из той высокой планки, которая поставлена главами государств. Поэтому, безусловно, с точки зрения развития военно-технического сотрудничества, Казахстан является для нас стратегическим партнером. Сегодня мы практически близки к подписанию очень важного двухстороннего документа, касающегося развития кооперационных связей между оборонными комплексами и касающегося развития научно-технической связи между оборонными комплексами. Мы исходим из того, что для современного Казахстана есть уже определенные приоритеты в развитии своего оборонного потенциала, в развитии своих вооруженных сил. Они закреплены в военной доктрине Республики Казахстан, утвержденной президентом Казахстана в 2011 году. И мы предлагаем, я имею в виду Беларусь, предлагаем Казахстану работать практически по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, с пониманием, что у Беларуси в этой области сформирован достаточно большой опыт в части наработок по конкретным направлениям в области военно-технического сотрудничества. Что имеется в виду? Прежде всего, это совершенствование системы ПВО, это автоматизированная система управления войсками вооружениями, это подготовка кадров на базе военной академии Республики Беларусь, прежде всего, кадров офицерского состава. То есть мы не ограничиваемся стремлением поставок тех или иных видов вооружений иностранным партнерам, а именно идем сегодня или отталкиваемся в выстраивании наших отношений от новых форм, которые могут быть интересны нашим потенциальным партнерам, в том числе и Казахстану. Поэтому в работе с Казахстаном, безусловно, у нас присутствуют элементы и трансферотехнологий, и элемент создания совместных предприятий. Из множества казахстанских партнеров Беларуси стоит отметить и работу со знаменитым БелАЗом. Этим громадным машинам работы в Беларуси нет, а в Казахстане они катаются по карьерам еще со времен Союза. Сегодня БелАЗ обладает машинами, самыми грузоподъемными в мире, и, открывая совместные компании в Казахстане, рассчитывают с конкурентоспособным автотоваром выйти на рынки Центральной Азии. Здесь, на БелАЗе, понимают, что значит стране освоить добычу полезных ископаемых, как это нелегко сделать в современных условиях. Отношения БелАЗа и Казахстана традиционно с советских времен достаточно плотные. Нам очень интересен этот рынок, и казахское предприятие тоже с удовольствием работает с техникой БелАЗ. Со времен Советского Союза техника там зарекомендовала себя хорошо, работаем мы достаточно плотно. Сама линейка БелАЗа, она очень серьезно обновляется каждый год. У нас есть даже модели, те, которых еще нету конкурентов. Например, 450 тонн, он единственный в мире на данный момент. Все проекты, которые горные, горнокапитальных работ касающихся, они действительно на начальном этапе для людей, которые с этим никогда не сталкивались, это даже страшно, можно сказать. Потому что, во-первых, не всегда можно угадать с теми запасами, которые там реально есть. Конечно, цифры считаются, они, может, красивыми получаются, но когда сталкиваешься непосредственно уже уходя в землю, когда там вылазят какие-то геологические нюансы, которые очень серьезно могут на инвестиции влиять, это, ну, действительно, скажем так, одно из таких областей, которые требуют очень серьезных инвестиций, серьезных продуманных подходов. Это гигантские все вещи, потому что это как смотреть, там, например, стиле вышки фактически, потому что, ну, карьеры есть глубиной там 500-800 метров, и там действительно машинки выглядят совсем маленькими. То есть масштабы карьеров, которые там есть во всем мире, они действительно очень серьезные, поражают воображение. Я убежден и вижу, что настолько активно, целенаправленно, динамично, эффективно развивается Казахстан. Очень вырос профессиональный уровень специалистов. И почему вот мы сейчас меньше бываем в Казахстане, потому что специалисты такого уровня, что помощь почти не требуется. На Белазе всегда мы смотрели на Казахстан, как на наших друзей, давних партнеров, и на заказчика, у которых мы крайне заинтересованы, и с которыми очень легко работать. Потому что у нас, во-первых, старые, давние, наработанные отношения, не только, так сказать, в техническом плане, но и в личном плане сама. И это уже как братья, как братья, как самое, что у нас, и самое ответственное отношение. Необычайно приятно, что, в принципе, вот отношения к экономическому развитию президента нашей страны Александра Ивановича Лукашенко и Нурсултана Абишевича, они похожи абсолютно. И я думаю, что это не только близкое по духу люди, но близкое по пониманию развития экономики страны. Сегодня в Казахстане много программ, которые поддерживают средний и малый бизнес, ну и даже крупный бизнес, поддерживают банки, поддерживают вообще различные отрасли экономики страны. И, соответственно, это притягивает бизнес и способствует появлению новых компаний, новых производств и новых направлений бизнеса. То есть сегодня страна не безучастна к тому, что происходит в частном секторе экономики. За экономическими составляющими сотрудничества Казахстана и Беларуси нельзя забывать и о связях культурных, научных и гуманитарных. И в Беларуси это чтут и уважают. На базе Белорусского национального технического университета открыт кабинет имени Абая, который стал центром белорусско-казахстанской дружбы. В данном случае мы находимся непосредственно в кабинете имени Абая, то есть в центре белорусско-казахстанской дружбы и культурных связей. Получилось так, что на базе Белорусского национального технического университета существует Международная ассоциация выпускников белорусских вузов, граждан других государств. Но учитывая то, что с Казахстаном нас связывает старая дружба, это и совместная, так сказать, работа в рамках бывшего союзного государства, ну и сегодня мы работаем и сотрудничаем в рамках единого экономического пространства, хотя наш вуз технический, мы очень большое внимание уделяем не только техническому образованию, как говорится, и каким-то бизнес-проектам, образовательным проектам, ну и культурным связям. То есть наши люди должны приходить сюда, знакомиться с литературой в Казахстане, если надо, получать какую-то информацию дополнительную, хотя есть и интернет, я думаю, это тоже не лишняя, вот такая живая информация. Аналогичный, кстати, центр есть и в Евразийском университете. Там собран весь материал, который мы смогли предоставить наше посольство по Республике Беларусь. А здесь несут постоянную вахту во время перемены после уроков. Так чтут экспозицию, святыню школы. Пять лет назад в Минской школе номер 143 было присвоено имя Мухтара Ауэзова. Здесь представлена экспозиция фотографий, на которых запечатлен Мухтар Ауэзов. Поездки в Северную Америку и Индию, в кругу друзей, семьей. Ниже представлены копии документов, связанные с научной и творческой деятельностью. Здесь находятся библиографические рефераты, посвященные казахскому писателю, а также решение Мингорысполкома о присвоении средней школе номер 143 города Минска имени Мухтара Амархановича Ауэзова. Творческие работы учеников, которые были созданы специально для участия в конкурсе, который проводит посольство Республики Казахстан. Для учеников младших классов старшеклассники поставили отрывок из пьесы Мухтара Ауэзова «Янлик Кебек». Написанная в 1917 году, она повествует о трагической любви. Здесь, в 143-й школе Минска, гордятся, что она идет на их сцене. Ненаглядная моя, крылья мои, мы с тобой как звери прячемся от глаз людей. Да будет проклята жизнь в изгнании. Конечно, будь я один, ринулся бы навстречу своей судьбе. Если суждена смерть, принял бы ее достойно. Исполнительница роли «Янлик» десятиклассница Людмила Беляева в прошлом году выиграла конкурс. Конкурс главный приз – поездка в Астану. Целая группа белорусских школьников тогда увидела Казахстан и нашу столицу. Я первый раз летела на самолете. Это было очень страшно на самом деле. Когда мы туда прилетели, первые впечатления просто незабываемые. Там очень красиво, очень красивые здания. Мы приехали ночью, и поэтому везде горели фонари. Было очень красиво. Очень необычно на самом деле, когда ты привык ходить по Беларуси, и там различные белорусские флаги везде. Я люблю Беларусь. А тут уже совершенно другое, совершенно другие традиции. Хранительница казахстанского уголка школы, библиотекарь Анна Булба рассказывает, что белорусские дети не только знают, кто такой Ауэзов и его произведения, но они очень много вообще знают о Казахстане. Педагогический коллектив старается с гордостью нести доверенное школе имя. Деткам рассказывали, кто такой Мухтароузов про Казахстан. Так они бегом сюда бегут, книжки просят. Ну, иллюстрации есть, папка, целая папка иллюстрации по прочитанным книгам. Вот и презентации создают, есть диски, вот и доклады пишут. В 2009 году установили новый барельеф. И в это время приезжал к нам Карим Масимов, премьер-министр. Мы расцениваем вот это, значит, то, что и улица Мухтара Уэзова, и школа имени Мухтара Уэзова. Это не только как дань уважения к гениальному писателю, но и как знак того, что добрые, дружеские отношения сохранились между нашими народами, которые прошли нелегкий путь своей истории. Ну и мы гордимся тем, что нам выпала честь хранить узы дружбы. Беларусь официально подтвердила свое участие в Экспо-2017 в Астане. Для нашей страны это шанс представить Казахстан всему миру. Конечно, будут ждать на Экспе белорусских туристов, гостей, участников выставки. Здесь, в Беларуси, нисколько не удивляются, что наша страна завоевала это почетное право. Здесь уверены, что Экспо мы проведем на высоком уровне. Не надо там даже в 1851 год, когда впервые она состоялась. Но если брать последние годы, смотрите, 2010 год, Шанхай. Индустриальное чудо, да? 2012 год, Южная Корея. 2017 год, Астана-Казахстан. То есть, наиболее прогрессивные, наиболее интересные, наиболее интенсивно развивающиеся мировые центры, интеллектуальные центры, технологические центры. Ну и, когда я узнал, например, что вот Астане доверено право, ну я нисколько не удивился, потому что это вполне закономерно. И нет у меня никакой сомнения, что Астана, ваша страна, проведет на высочайшем уровне и организационном, и интеллектуальном, и культурном уровне. Потому что для этого все есть. Есть потенциал научный, человеческий, есть великолепные люди. Ну и, наконец, есть ваш президент уважаемый. Поэтому плохо пройти она не может. Люди по-разному относятся к таким крупным затратным мероприятиям. Олимпиады, чемпионаты, экспо, огромные выставки и так далее. Но я всегда поддерживал это. И понятно, что это напряжение для государства определенное. Понятно, что некоторые затраты есть, и известны эти вещи все. Но тут, понимаете, гораздо больше плюсов, чем минусов. Потому что и здание, которое строится, и инфраструктура вся, она тоже идет на пользу городу, на пользу стране, значит, и так далее. И остается потом людям. Ну и в целом, такие вот крупные мероприятия, особенно как экспо, это все-таки такое международное, скажем, торговое, экономическое мероприятие. Это позволит показать и Астану, значит, и Казахстан, и достижения все, и результаты. И это даст эффект, потому что, ну, как бы не звучало, хоть уже 20 лет, как нет Советского Союза, но о наших странах, ну, не так много знают, там, всякие бизнесмены, инвесторы, что называется. Понятно, что мы показываем, рекламируем, Синемию Беларуси, Казахстан. Но, тем не менее, когда вот приедут и будут рекламироваться везде экспо, и приедут люди, посмотрят не только город, я говорю, а все презентации, все достижения, это даст эффект такой вот большой, значит, я считаю, для дальнейшего экономических, там, отношений, связей, инвестиций и всего остального. Поэтому я считаю, что правильно, вы что приглашаете, это я говорю, я поддерживаю, как у нас был чемпионат мира, там, или там, Олимпиада сейчас в Сочи была. Это двигает страны. И тоже понятно, что, понимаете, только сильные страны могут делать такие мероприятия, потому что тут же надо и экономически, там, и безопасность, надо все культурно, все представить. Эти вещи, которые по силу сильным государствам. Как правило, на выступ приезжают уже люди, наверное, топовые, это масса западных фирм, туристическая сразу среда оживляется в этот период. Много приедет бизнесменов, известных бизнесменов. И, соответственно, когда они увидят, что действительно ваша страна уже абсолютно соответствующая мировым стандартам, то это же, конечно, и увеличит приток инвестиций в вашу страну. Инвестиции сегодня всем нужны, потому что вы, наверное, знаете, что ваша страна имеет огромную территорию, огромные природные залежи, их нужно осваивать, это огромные, должны быть инвестиции, наверное, сложно сегодня такие инвестиции иметь в собственной стране. это привлечет действительно и средний, и малый, и большой, и крупный бизнес. Поэтому такие выставки, они служат как укреплением имиджа страны во всем мире, так и оживлению экономики в целом. И такие мероприятия, они, безусловно, требуют много вложений, но я думаю, что отдача всегда будет более высокой. Здесь в Беларуси знают наш Казахстан, знают наши просторы, наши степи и горы, здесь знают наш народ и нашего президента, здесь знают о нашем гостеприимстве, достижениях и планах, о нашей нефти и тенге, здесь знают об Астане, яблоко Халматы, здесь знают о Каспии, об Абайе и Ауэзове. И когда спрашиваешь у белорусов, какой он Казахстан, они отвечают сильный и добавляют, что мы этому только рады. Казахстан